Итак, дорогие мои, сегодня в преддверии лета, периода отпусков, мне не хочется долго мучить вас какими-то разборами сложными, мы просто поговорим о нашей одежде, о том, что хорошо и что плохо. Я буду делать подборку из Пинтереста того, что мне нравится или наоборот не очень нравится и на примере подчеркивать достоинства или недостатки той или иной модели. Итак, перед вами первые две барышни. Посмотрите, пожалуйста, значит они у нас одеты обе в приталенное платье и с какими-то небольшими складочками внизу. Прибавки по груди, по талии, по бедрам здесь минимальные. Выполнено это все еще с рельефами, которые выходят из проймы. Изделие без рукавов. Значит, я считаю, что достоинством этих моделей является отсутствие перебора в цвете. На левой картинке всего два цвета, белый и серенький. На правой картинке просто однотонное платье. Плюсом к этим моделям является то, что внизу оно оторочено вот такой вот небольшой оборочкой, которая представляет собой юбочку в складочку коротенькую. Оба эти платья выше коленочек. Ну, это может быть, может не быть. Это зависит от того, что вы хотите. Но это все плюсы. И для лета это очень хорошо, потому что минимальное вот такое вот маленькое летнее платье, которое всегда нужно. У рукавчиков у него нет. Минусы этого всего. Во-первых, минусы в том, что выполнены они оба из очень жесткой сухой ткани. Посмотрите, как много заломчиков вы видите, в общем-то, на хороших фигурах и в области чуть ниже животика, и сразу под грудью, и в области проем какие-то. То, что у нас идут заломчики в области проем, говорит о том, что не тот раствор выточки, который нужен данным барышням. То есть это платье сделано, видимо, не на них. И выглядит это явно маловато. То есть я хочу вам сказать, что нужно избегать вот такой вот, вот именно такого прилегания платья на вашей фигурке. Потому что здесь вы можете видеть и следы от нижнего белья, и, в общем-то, все то, что показывать, собственно говоря, не принято. Если бы прибавки были здесь не нулевые, а прибавки были бы по груди, по талии, по бедрам, хотя бы полтора, два сантиметра, может быть, один сантиметр в бедрах, но чтобы они не были в обтяжку, не застревало это платье на нашей фигурке, цены бы ему не было. Вот это вот такой большой минус, на который нужно обращать внимание, когда вы делаете свой выбор в пользу того или иного платья. И еще минус, я хочу обратить ваше внимание, следующий. Посмотрите, как открыто плечо и у одной, и у другой нашей барышни. То есть плечо явно укорочено. Оно очень маленькое, вместо 13 сантиметров, оно там, наверное, сантиметров 7 от силы будет, а на правом платьице и того меньше, выглядит как майка. И если вы дальше от этого цветового пятна, от ширины плеч, опустите свои глаза ниже, вы увидите, насколько широки бедра по отношению с шириной плечевой линии. Вот если бы ваше плечико было естественным, шириной, скажем, 13 сантиметров, или это была бы лодочка, но пройма бы начиналась от конечной точки плеча, верхняя часть руки была бы чуть-чуть прикрыта, хотя бы плечо было прикрыто, то оптически ширина плечевого пояса, казалось бы, приравнена к ширине нашего изделия по линии низа. И это было бы выигрышно, более выигрышно для данного силуэта. То есть форма этого платья такая, что зауженное в верхней части, особенно не столько в области груди, сколько в области плечей, открыто плечико, даже, я бы сказала, напоминает американскую пройму в какой-то мере, да? И широкое вот это вот внизу, потому что никуда мы свои бедра не денем. Вот и создается силуэт немножко неправильный, не идеальный, негармоничный. То есть, если вы хотите такое платье, не старайтесь так сильно открывать вот этот плечевой суставчик, чтобы ширина вверху компенсировалась вот этой вот шириной нашего, неизбежной шириной нашего платья внизу. Вот, следующий пример. Давайте посмотрим вот на это платьице. Отталкиваясь от идеи сочетания тканей компаньонов, здесь очень удачное сочетание тканей компаньона, да? Они очень близки и подходят друг к другу, отталкиваясь от того, что это платье немножко расклешено к низу. Видно, что оно выполнено из какой-то хлопковой ткани, потому что она достаточно формоустойчива, хорошо держит форму, да? И вот эта вот косая линия, не горизонтальная, не вертикальная, а именно линия под наклоном, тот небольшой кармашек, который здесь разбавляет вот эту нижнюю часть юбочки и поддерживает цвет наверху, это все плюсы этой модели. Ее можно выполнить, прекрасно будет все у вас смотреться, потому что косая линия, она убивает лишний объем. Вот идея этого платьица, она очень подойдет как худеньким девочкам, так средненьким, так и немножко полненьким фигуркам. И идея вот этого вот, вот такого спокойного А-образного силуэта, но немножко разделенного вот этой вот косой линией, таким контрастным по косой, она очень и очень хороша для скрадывания какой-то полноты. Если у вас верхний тип фигурки, допустим, вверху больше, чем внизу, вам не обязательно делать такое расклешенное к низу платье, вам можно спокойно его чуть-чуть заузить или оставить прямым, что тоже будет смотреться хорошо, все остальное сохранить. Вот это плюсы, которые я хотела бы вам показать и обратить на них ваше внимание, то есть отталкивайтесь от этой идеи и сочиняйте себе платьица, похожие на это. Минусы данного платьица, давайте разберем их. Вот на левой картинке посмотрите, какие косые заломчики у нас находятся в области проймы, соединения рукава со спинкой, с проймой. Это говорит о том, и такие же косые заломы находятся у нас. Направо и спереди мы видим их тоже. Хотя ширина плеча, она доходит до конечной точки плечевого шва, то есть она не обужена, плечевой сустав не обтянут. Почему же, откуда взялись вот такие косые заломчики? А взялись они только потому, что рукавчик здесь выполнен рубашечный. Вы знаете, что у рубашечного рукава высота оката рукава всегда больше, чем отличается от вертикального диаметра проймы, чем 2-3 сантиметра. Здесь разница наверняка сантиметра 4-5, и это дает вот этот вот нам косой залом. А чем он удобен? Удобен тем, что у него нет посадки по окату рукава, и нижняя часть рукавчика при этом, видите, как немножко отходит вверх, как бы оттопыривается, да? Не отвесный он, а как бы чуть-чуть-чуть в сторону. Поэтому, когда вы будете шить такое платье, обратите внимание, это вам нравится, это вам подходит вот такие косые заломчики? Если да, то вы берете покрой рубашечного рукава, я детально о нем рассказывала, можно там посмотреть. Если нет, то тогда берите за основу вточной рукав, ни в коем случае не укорачивайте плечевой шов, но помните, что у вточного рукава будет обязательно посадка по окату рукава, а так как ткань в данном случае достаточно жесткая, суховатая, какой-то плотный хлопок, я думаю, здесь смесовый какой-то материал, то есть синтетика может быть немножко добавлена, то посадку делать неопытному человеку будет немножко трудно. Но как бы там ни было, это выбор за вами. И, наконец, последнее, что хотелось бы здесь сказать, обратите внимание, что совсем нет никакой нагрудной выточки. И особенно хорошо это заметно на правом платьице, на передней половинке, от выступающих точек грудной железы идет яркий, характерный косой залом вниз. Если бы была нагрудная выточка, выходящая из бокового шва чуть выше линии груди, чуть ниже, не имеет значения, то вот этого бы у нас не проявилось. А так, так как нет нагрудной выточки, больше того, обратите внимание, что спинка у нас немножко ниже, полочка немножко выше, то есть если посмотреть на нашу девочку сбоку, у нас будет перед задираться, а спинка будет провисать. Это говорит о том, что у девочки нормальная осанка, разница между ДТП и ДТС полтора, два, два с половиной сантиметра, а на выкройке осанка сделана на сутулую фигуру. То есть разница между ДТП и ДТС одинакой, никакой нет, она нулевая. То есть наша промышленность, она очень часто использует именно такой крой, потому что он гораздо проще, меньше работы и гораздо выгоднее шить именно такие изделия. Вот на это хотелось бы мне обратить ваше внимание. Но сама идея очень хороша. Но я вам рекомендую брать за основу все-таки обычную выкройку с нагрудной выточкой и может быть вточной рукавчик, только делать его пошире и научиться справляться с этой посадкой. Следующая идея. Посмотрите, здесь скорее всего цельно выкроенный рукав. Но в нем достоинство этой модели не столько в цельно выкроенном рукаве, он подойдет далеко не каждому человеку, а достоинство этой модели в том, что вот в этом контрасте одна половинка черная, другая половинка полосатая, причем полоски расположены, они разбавляются тоже черненькими, что реально поддерживает вот это все. Ткани кажутся очень близкими друг к другу. Платье немножко А-образного силуэта, это хорошо видно, расширенное чуть-чуть к низу. И множество вот этих вертикальных линий, одновременно вот с этой вот половинкой черной, они делают нас выше и делают нас уже. То есть идея вот такого контрастного решения двух тканей компаньонов вашего платья, она тоже будет очень и очень хороша. То есть выполнив его вот где-то в таком стиле, рукавчик может быть любой. Здесь цельнокрайоны, может быть рубашечный рукав, может быть покороче немножко рукав, если это лето, если вам жарко, да. Здесь рукавчик такой универсальный, три четверти. Очень хорошо, когда наш рукавчик немножко закрывает локоток, но в то же время открывает ручку. Здесь мне нравится, что оно открыто достаточно в области горловины. Плечико укорочено, но не со стороны проймы, а со стороны как раз шеи. И поэтому открытой, демонстрируется открытая часть тела, и это очень-очень дает нашему платью легкость, создает ощущение легкости. Точно так же открытая рука, это тоже создается нижняя часть руки, тоже создает вот это вот ощущение легкости. Ну и в данном возрасте, и у данной девочки оно выше колена, вы можете сделать до середины колена, можете также его сделать прямым, можете сделать немножко зауженным книзу. Ну и вот так как тот размер у нас маленький, то нагрудной выточки, я так подозреваю, у нас тоже нет. Если у вас размер не маленький, конечно, берите за основу базовую конструкцию с нагрудной выточкой, это будет удачнее, меньше будет заломов в области проймы. А какие прибавки? Прибавку по груди здесь я бы оставила, скажем, сантиметра 3-4, для худеньких может быть и 5, хотя это будет, наверное, перебор. По талии ничего не прилегает, да? И по бедрам надо оставлять прибавочку от 2 сантиметров. 2-3-4-5, это уже для раскрешенного изделия, скорее всего, подойдет. Или для верхнего типа фигуры, когда бедра у вас немножко уже, может быть, даже, чем верхняя часть вашей фигурки. Ну вот, в общем-то, хорошее платье и, в общем-то, хорошая идея. Используете ее в разных вариантах, в вертикальной линии, очень подойдет всем. Следующая идея. Ну вот, продолжение этой идеи. Посмотрите, ну это уже тренды сегодняшнего дня. То есть, какие-то оборочки сегодня модны, какие-то рюшечки. Посмотрите, как лаконично и как интересно решено вот это платье. Тоже на вертикальных линиях. Здесь уже два основных цвета, черный и желто-оранжевый какой-то, да? И белый, как граница, очень-очень дробит нашу фигуру вертикальными линиями и делает ее визуально очень тоненькой. Опять же, вот эти вот крылышки, так называемые, которые сделаны из ткани со сгибом. Посмотрите, там не обработан у них верх, да? Это укороченное плечо, едва ли не американская пройма, но оно удлиняется слегка и расширяется слегка за счет вот этого крылышка, за счет вот этих оборочек. И если вы обратите внимание, вот здесь вот с левой стороны видно нагрудную выточку, которая выходит из бокового шва. И посмотрите, насколько более таким вот статичным, статичным, скульптурным, правильным, без всяких заломчиков выглядит это платье, когда у него есть нагрудная выточка. Прибавка по груди изделия все-таки без рукавов, большая нам не нужна, полтора, максимум два сантиметра. Прибавка по бедрам здесь тоже небольшая, никаких талиевых выточек нет, ничего у нас не обтянуто, не показано. Для лета очень хорошо. Прибавка по бедрам 2, может быть 3 сантиметра. Ну и опять же, вы можете сделать любую длину. И опять же, здесь оно чуть-чуть А-образного силуэта трапеция. Вы можете сделать как прямое, так и немножко зауженное книзу, если у вас верхний тип фигурки. Еще обратите внимание, что сумочка, как она идеально подходит в цвет, как она дополняет вот это все. Обратите внимание на ножки. Отошли в сторону большущие кроссовки. Все-таки вот такое вот лаконичное городское платье нужно носить с туфельками. Да, не обязательно на высоком каблуке, но туфельки, которые тоже в цвет нашего платья, они белые. Посмотрите, как гармонично и безупречно выглядит наш образ в целом. Очень элегантно, я бы сказала, выглядит. И он также подойдет любой-любой фигурке. Еще обратите внимание на такие геометрические клипсы. Клипсы или там сережки, или подвески какие-то. Они тоже подчеркивают и силуэт, и привязывают их к цвету верхней крышечки сумочки, привязывают их к цвету туфелек наших. И как бы все, вот в целом весь образ вот так вот объединяется и завершается. Прекрасная идея, всем рекомендую. Пожалуйста, используйте в разном цвете, в разной немножко форме, ну вот такую вот лаконичную историю, и будете казаться и поуже, и повыше, если это вам, конечно, нужно. Ну а если нет, то вы будете просто красавицей. Так, и вот перед нами фигурка уже другая, полненькая. Значит, что здесь хочу сказать? Давайте посмотрим на левую картиночку, да? Вот это платье мне очень давно нравится. Давно и очень нравится. Я даже давно хотела снять моделирование этого платья, разобрать его на своем канале и показать вам, как это делается. Значит, что у нас здесь? Вточной рукав, базовая конструкция с нагрудной выточкой, мода эта не для худеньких. Прибавка по рукаву очень маленькая в данном случае. Может быть, не будет совсем удобно, если это не трикотажное полотно, у нас из этой ткани не тянется. Естественная ширина плечей не расширена, не обужена. Проймы начинаются четко в конечной точке плеча. Довольно-таки открыта область декольте, шеи. Тоже очень хорошо ощущение легкости. Открыты руки. Кокеточка горизонтальная идет вверху выше линии груди и от нее начинаются вот такие вот защипы по сантиметру, которые заканчиваются, начиная заканчиваться в талии боковые и средние продолжаются чуть ниже талии, заканчиваются чуть ниже. Посмотрите, какие вертикальные линии привлекательные они создают. Само платье, раскрешенное к низу, А-образного силуэта, это и за счет кроя в боковых швах раскрешения, и за счет вот этих вот линий, которые у нас создают вот эти защипы, за счет вот мелких таких складочек. Опять же добавлены кармашки. Видимо, там есть рельефы, которые идут из кокеточки, через центр груди проходят и уходят в боковой шов. И в этом же рельефе устроен вход в карман. Вот такой вот кармашек. Очень интересное решение и очень удачное. За счет чего оно очень удачное? За счет того, что оно длинное. Посмотрите, создается вытянутый прямоугольник. Оно удачное за счет того, что этот цвет великолепно подходит какой-то фисташковый. Вот этот цвет великолепно подходит этой модели. Еще оно удачное за счет того, что она на высоком каблуке. Обратите внимание. Но это какая-то платформа. Цвет этих босоножек тоже не спорит со всем остальным. Они бежевые, они в цвет тела, цвет естественного тела нашей фигурки. И в целом этот образ кажется очень выигрышным. А теперь давайте посмотрим на эту же модель, только с правой стороны. На мой взгляд, этот образ очень проигрышный. Давайте начнем с самого последнего. Босоножки. Вот с чего здесь такие черные босоножки? Может быть там у нее наверху на платье есть какая-то черная брошка, но она явно мала по массе относительно вот этих вот босоножек. К тому же у этих босоножек черных на светлое тело, надетых, да, может быть у нас колготочки такие скорее всего, есть ремешок, который режет нашу ножку. Режет ножку, от этого она становится короче. То есть это недопустимо, мои дорогие. Некрасиво. Длина рукавчика. Здесь хорошо плечевой пояс. Он повторяет вот тот плечевой пояс. Но если слева у нас рукавчик короткий, то справа у нас рукавчик, ну, почти так скажем, доходит до локтя, но тем не менее его не закрывает. И тоже он маленький, и тоже он аккуратный. Прибавки по груди там и там минимальные 3-4 сантиметра. Прибавки по бедрам и там и там достаточно большие. До 5 сантиметров доходят. Но если в первом случае у нас нет никаких заломов, то во втором случае нагрудная выточка есть. Чувствуется. И она частично открыта вперед. И за счет того, что она открыта вперед и вниз, в области живота формируются вот эти вертикальные, ну, складки их так назовем, линии, да? Вроде бы, казалось, они должны, раз они вертикальные, убирать весь объем. Но если вы посмотрите на такое решение сбоку, вы увидите, что на животике это будет отставать от линии груди, выступаться, выдаваться вперед. То есть будет ощущение того, что человек немножко беременный. То есть никогда не открывайте, я вот никогда в своей практике не открываю часть нагрудной выточки вот именно вперед и вниз. чтобы мое изделие по полочке всегда, собственно говоря, скользило по фигурке, по животику, по груди, но никак не отходило от этого места. Оно по боковым швам, по бедрам прилегает, а вот как раз впереди оно все оттопыривается. И, наконец, еще минус большой этого изделия в том, что оборка пришита по линии низа. Во-первых, это сильный горизонтальный акцент. И вроде бы, да, оно удобно и хорошо, но это горизонтальный акцент. В сочетании вот с этим широким верхом это смотрится, ну, как-то, я не знаю, нелепо, на мой взгляд. Мне не нравится. Но это, конечно, мое мнение. Я сама подобные платьишки с оборками носила несколько лет, когда была полненькая. И как-то мне тогда нравилось. Сейчас я уже их, то ли мода так изменилась, но сейчас я не могу их надевать. Я их куда-то убрала. И вообще у меня нет даже никаких позывов надеть это платье. Ну и, наконец, длина. Посмотрите, какая. Если слева оно длинненькое, вот такое, вот хорошее, то справа оно как раз не то, не сё. Доходит до середины икры и как-то выглядит это всё, ну, совсем не элегантно. И цвет вот этот горчичный какой-то слишком тёплый. Мне кажется, он не очень идёт вот к этим волосикам каким-то немножко прохладного цвета. В общем, платье, на мой взгляд, неудачное. Не будем его, не будем такие вещи использовать у себя в одежде. Удачно вот это решение. Конечно, не все мы будем худенькими. Но в чём это решение? В том, что мне хотелось вам показать где-то слева, сбоку или справа имитация двухслойной одежды. Я думаю, что это имитация. То есть основной цвет чёрный. И вот такая вот полосатая вставочка, закон треугольная вставочка, которая расширяется к низу, которая другой длины. Может быть, такой же длины, это не имеет значения. Мне важно, что она есть, и она заканчивается красивыми пуговочками вверху. То есть вот эта вертикальная линия, она доходит до выреза горловины. Я, может быть, не стала бы сюда надевать вот это украшение, потому что оно немножко спорит вот с этой вставкой, белой-чёрной в полосочку и с этими пуговочками. Это было, на мой взгляд, уже лишнее. Но в целом образ очень интересный. И если вы хотите, пожалуйста, используйте вот такие приёмы в своей одежде, если вы тем более полненькая. Здесь сделан рубашечный рукав или даже цельнокрайонный плохо видно, да? Прибавка по груди здесь сантиметра 4-5 минимум. По бёдрам достаточно большая. Если вы полненькая, то вам не надо такое большое по бёдрам делать. Это 2-3 сантиметра. По груди 3-4 сантиметра. Но если очень большая, тогда по груди 5. По бёдрам тоже может быть 5. Но вот этот приём однотонного платья вот с такими вставками, я думаю, нужно применять достаточно широко, потому что оптические иллюзии работают так, что вы становитесь выше ростом и становитесь уже. Очень хорошо подойдёт многим-многим. Тем более, это такие тенденции сегодня. Крайне модное использование вот таких вот тканей-компаньонов. Но вот тоже не цветное-цветное, а именно графика такая, геометрия. Два цвета. Два цвета всегда выигрышнее, чем три цвета. А три цвета выигрышнее, чем четыре и так далее. Вот такое чудесное платье. На более худеньком человеке. Мы уже про него говорили. Тоже два цвета. Хвалить его долго не буду. Здесь рукавчик сделан до локтя. Мне очень и очень нравится. Достойное, хорошее платье. Будем его разбирать на ютубе. Как только доберусь до таких возможностей, обязательно вам его покажу, как его смоделировать. Из базовой выкройки. Очень хороший цвет. Такой цвет называется сложным. Я бы не сказала, что он идёт вот этой вот загорелой барышне, которая по цвету кожи кажется больше тёплого у неё, а здесь больше холодного. Но, тем не менее, для лета почему нет? То есть, когда у вас вот такой вот желтоватый оттенок кожи, чуть, видите, какой она? Она девушка осень, да? Когда осенью багряные листочки, красные листочки больше, да? То осенью у нас уже преобладают тёплые краски, тёплые тона. Это платье явно сюда добавлен белый цвет, голубой цвет разбелённый, да? Такой разбелённый. И поэтому я думаю, что он всё-таки холодноватый, хотя это тоже очень спорный вопрос, потому что у каждого своё мнение. Платье очень хорошее. Естественная линия плечей. Пожалуйста, будем такое шить. Вот это платье. Поговорим о нём. Но сразу скажу, что опять тенденция оборки внизу сегодня актуальна. Это можно встретить везде и всюду, но мне оно не нравится. Не нравится, потому что у взрослой женщины детский какой-то кукольный воротничок, такой же детский коротенький рукавчик, который узкий и который неудобный. И он, видите, как вверху кончается почти горизонтально, он подчёркивает полноту руки. Потом, да, у него хорошая длина, она закрывает колено, но мне не нравится, как эта оборка смотрится вот на этой взрослой женщине. Не нравится. Это вот такое чувство, что взрослую женщину одели в детское платье. Просто это негармонично. Вот это мне не нравится. Ещё мне не нравится массивная чёрная сумка. Вроде бы она подчёркивает эту обувь. Я не пойму, что тут одета. Может быть, это чёрные такие туфли и чёрные носочки. Может быть, это просто такие вот типа ботильончиков каких-то. Это не имеет значения, но о них чуть позже. Как бы призвана сумочка объединять. Вот этот образ. Но сумка громоздкая. С платьем она спорит, потому что она очень чёрная. И вот такое вот её положение, оно привлекает внимание к тому месту, где эта сумочка находится. Находится она в области бёдер. А посмотрите, какие кажутся широкие бёдра у нашей девушки, да? Они очень широкие. И вот эта сумка в этом месте, она их только ещё больше расширяет, потому что она как раз подчёркивает ту область. Если бы она опустила руку и взяла эту сумочку, она бы оказалась, скорее всего, ниже вот этой вот даже оборки. И вот такого эффекта бы уже не было. Ну и, наконец, обувь. Я очень не люблю кроссовки на взрослых женщинах. Или что-то на них похожее. К тому же они выглядят с носками или сами по себе, как ботильоны. Они контраст огромный создают с цветом тела, с цветом ног. Они укорачивают эти ноги. Они обрезают эти ноги. И они совершенно негармоничны взрослому человеку. Кто бы что ни говорил, я эту тему элегантной признать, но совсем никак не могу. Вот это платье. Эта барышня у нас демонстрирует полненькую фигурку. Оно тоже, похоже, сделано с кокеточкой. Но вы сами видите, какое оно. Какое-то шифоновое, какое-то очень легкое. Там, видимо, есть какой-то подклад еще внизу. Да, вроде бы цвета не очень много. Но вот обратите внимание, как выглядела эта дама у нас в первом платье, в однотонном. И как она выглядит сейчас. Вот сейчас вроде бы туфельки в цвет. И все у нее хорошо. И краски ей подходят, да. Но она стала похожа на клумбу. Она уже не выглядит вот такой вот элегантной какой-то. Не выглядит очень стройной. Мне такая расцветка не кажется удачной. Хотя, конечно, многим она нравится. И она имеет место быть. Давайте сосчитаем, сколько здесь красок. Черный есть. Какой-то зеленовато-фисташковый есть. Бордовый есть. Это третий. Оранжевый есть. Еще коричневый есть. Еще розовые оттенки есть. В общем, цветов здесь достаточно много. И они все вместе с кроем А-образным силуэтом, явно расклешенным книзу, явно по бокам более длинным. Да, может быть, там даже какие-то разрезы есть по бокам. Кажется очень и очень полной наша модель. Поэтому я бы избегала. Если душа просит какого-то вот такого вот легкомысля, ну, сделайте себе одно такое платьице. Ну, больше не надо. Но носите его иногда. Помните, что вы не будете выглядеть в лучшем свете, чем могли бы. И вот это платьице. Два цвета. Вроде бы все в нем замечательно. Красненькие туфельки поддерживают вот этот горошек. Оно тоже расклешенное книзу. По-моему, какие-то рельефчики. В рельефчиках расклешение. Рукавчик, если вточной, то крылышко какой-то сделан. Тут плохо видно, не видно. Редикюль какой-то. Сумочка поддерживает ваши туфельки. Длина за коленочку. Но если вы попытаетесь его в какой-то вытянутый прямоугольничек поместить, то почувствуете, что у вас это не получается. Потому что он не будет вытянутым прямоугольничком. Он будет просто прямоугольничком. И форма вот этого изделия, она скорее стремится к квадрату, чем она стремится к прямоугольнику. А это, в свою очередь, делает нас полнее и ниже ростом. Что еще мне не очень нравится? На первых парах вроде бы все замечательно, а на самом деле вот это. То есть какая-то детскость, инфантильность. Вот этот вот белый цвет с красным горошком на взрослой женщине выглядит немножко-немножко нелепо, на мой взгляд. То есть как-то мне это не соответствует. Слишком легкомысленно. Мало того, что оно по форме полнит, белый цвет очень полнит, всегда вот это излишнее раскрешение внизу. Оно тоже полнит. Этой девушке лучше заужать платьице, хотя она демонстрирует разную одежду. Но она в разных одеждах выглядит тоже всегда по-разному. В одних она великолепна, а в других она вот такая, какая она есть. Поэтому завершаем сегодняшнее наше занятие. Выбираем и шьем себе фасоны, и шьем себе летнее платье, если будет у вас на это время и желание. И в следующий раз мы продолжим эту тему, будем разбирать другие модели и на их примере тоже понимать, что хорошо, что плохо, что нас украшает, что делает нас наоборот не очень. И какие тренды сегодня есть, и стоит ли нам их применять, или от чего-то, может быть, нам имеет смысл отказаться. На этом разрешите закончить. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всегда ваша Галина Коломейко. До новых встреч!